Смотрите сегодня в выпуске 100 оттенков лучевой диагностики, 8 ноября, международный день врача-рентгенолога. Самый добрый календарь. Завершились фотосессии проекта приюта для безнадзорных животных «Зато верный друг». Подробности далее. Дмитрий Меньшиков – потомственный медик. Его бабушка работала в рентгеновском отделении нашей больницы. И он с детства был вовлечен в эту сферу. После окончания Нижегородской медицинской академии Дмитрий вернулся в наш город работать врачом-рентгенологом и уже шестой год занимается непростой работой. Расшифровывает результаты скрининга обследований. В мои обязанности входит диагностика патологических состояний, заболеваний, оценка их динамики, распространенности, локализация. Также в это входят опухолевые процессы, травматические изменения и так далее. Чаще всего Дмитрия можно застать в кабинете КТ или МРТ, хотя описанием рентгеновских снимков он тоже занимается. Исследования КТ и рентгена по механизму одни и те же, но компьютерная томография позволяет получить материал более высокого разрешения с возможностью пословенной съемки, 3D-реконструкции, введения контраста. МРТ – совершенно другой принцип исследования, то есть магнитный резонанс. На основании, скажем так, ответа ядер водорода на магнитное излучение строится изображение. Скажем так, методы кардинально разные и принцип подхода к описанию тоже кардинально разный. Бывают пациенты и здесь тяжелые, скажем так, сложные диагностические случаи и в кабинете МРТ тоже бывают нередко. Специальность рентгенолога обязывает своего обладателя постоянно держать руку на пульсе и быть в курсе последних изменений в этой сфере. Благо, сейчас недостатка в источниках информации и курсах для медиков нет. Работает Дмитрий на современном оборудовании. Благодаря поддержке РФИАЦ в НЕФ в 2020 году в КБ номер 50 появился второй томограф. Он позволяет выполнять спектр всех необходимых исследований многопрофильной клиники. Во времена ковида помощь нового аппарата была неоценима. Аппаратура показала себя достойно. По поводу выявления пневмонии, единственным методом выявления ковидной пневмонии тростициальной является компьютерная томография. Поэтому пользу компьютерной томографии, я думаю, понятно здесь без объяснений. Потому что на рентгеновском снимке не всегда эти изменения видно. Что касается МРТ-томографа, у нас стоит тоже Сименс магнетом Эссенза мощностью полтора Тесла, что помогает, скажем так, тоже выполнять весь спектр необходимых исследований. 8 ноября рентгенологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1895 году, немецкий физик Вильгельм Коннорд Рентген открыл рентгеновское излучение. Эта находка совершила переворот в области науки, стала мощным толчком для развития медицины. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Собака с сердечком на носу. Булька. Одна из героев нового календаря, который уже традиционно к Новому году готовит организация «Зато верный друг». Булька живет в приемнике уже полтора года и все это время ждет, что ее заберут в любящую семью. У собаки непростая история. Она участница собачьих боев. У нее хозяин скончался. Ее привезли на усыпление в госветуправление. Мы ее взяли под свою опеку. Она очень дружелюбна к людям. Мы ее пока снимали. Она всех зацеловала, залюбила, хвостом виляла. Такая очень классная девчонка. Но вот у нее есть особенность, как участница собачьих боев. Она вся в шрамах и не любит других собак. Этот красавчик шоколадного окраса Чарли. Его тоже увидите на страницах календаря. Чарли забрали у женщины, выдававшей себя за волонтера. Она держала собак в деревянных ящиках без еды и воды. Их спасли, выходили и теперь они ждут новых хозяев. Еще одна звезда – рыжая кукла. Кошки участвовали в съемках календаря наравне с собаками. Всех животных перед фотосессией в этот раз стригли и причесывали профессиональные грумеры. Проект нам очень нравится. И мы каждый год с такой душой и любовью делаем этот проект. И он имеет большого отклика у населения. И в этом году люди уже, наши подписчики, спрашивают, когда будет календарь, когда выпуск. Продажи планируем начать где-то в начале декабря. Одна из целей проекта – найти для животных новый дом. Например, многие из звезд прошлогоднего календаря сегодня живут с хозяевами. Еще одна задача – собрать деньги на содержание животных. Сейчас на попечении волонтеров «Зато верный друг» около 150 хвостатых друзей. Многие нуждаются в лечении и дополнительном уходе. Стоимость календаря – 1000 рублей. Все деньги пойдут на животных. О старте продаж вы можете узнать в группе общественной организации «Зато верный друг» ВКонтакте. В самом приемнике для животных продолжается ремонт. Его делают средствами и силами Нижегородского госветуправления. Большой вклад внес и депутат Денис Щербуха, который включился в ремонт вместе с командой добровольцев. Сделано уже очень много. Отремонтирован изолятор, отремонтированы вольеры, где содержатся собаки. Расчищена полностью территория. Осталось построить уличные вольеры и отремонтировать внутреннее помещение для сотрудников. Но как бы ни преобразился приемник, дом с любящими хозяевами для любой собаки и кошки всегда будет лучше. Поэтому, если вы мечтаете о хвостатом друге, посмотрите на этих животных. Они мечтают о вас. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Своим проектом мы поможем создать комьюнити фанатов фэнтези и провести на День молодежи необычную вечеринку. Квест по Гарри Поттеру, художественное граффити, волонтерство, обучение молодых мам рукоделию. Самые разные яркие и креативные идеи звучали на сцене молодежного центра. Здесь проходила защита проектов ежегодного городского конкурса «Саров молодежь». Ресурсный центр добровольчества представил на суд жюри проект «Школа волонтеров». Немного введет в курс дела о волонтерской деятельности. Также мы в формате форсайз-сессии расскажем о небольших мероприятиях, в направлениях. После этого будут практические занятия. Итогом школы будет проведение формы первого волонтерских инициатив, на которые мы поставим проблему, а волонтеры будут ее решать. Студенческий педагогический отряд «Сарфыты» Адастра подготовил проект «Арт район», в котором граффити будет не актом вандализма, а произведением искусства. Его результатом станет художественная роспись объектов города. Мы педагогический отряд, то есть мы специализируемся на работе с детьми. И в рамках своей деятельности мы хотели бы провести несколько мастер-классов для школьников, подготовить их в сфере художественного творчества, для того, чтобы в будущем они расписали стену на пересечении Силкина и Академика Харитона в рамках патриотических, каких-то духовных акций. Три минуты выступления и три минуты на вопросы. Регламент был жестким. К подготовке проектов участники подошли серьезно. Многие приняли участие в «Акселераторе, управляя изменениями», где в течение двух недель проходили образовательную программу, тщательно готовили проектную заявку, консультировались с экспертами. Как правило, по итогам конкурса, все инициативы, которые выходят сюда на конкурс, получают свою поддержку. Даже не став победителем, ребята находят помощь, партнеров и всех людей, которые помогают им воплотить свою идею в реальность. Поэтому я надеюсь, что и в этом году будет строгано точно так же. Итоги конкурса подведут на молодежном форуме «Время выбрало нас». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. 7 ноября в России отмечают 105 лет со дня Великой Октябрьской революции 1917 года. Долгие годы этот праздник был государственным. В городах проходили торжественные демонстрации с флагами, шарами и цветами. Праздник был поистине народным. Но с 2005 года 7 ноября стал рабочим днем, а праздничным вместо него стало 4 ноября – День народного единства. Но многие отдают дань памяти Дню Великой революции и по сей день приходят к памятнику вождю цветами каждый год. Вот только в этом юбилейном году постамент с Лениным пуст. Интересно, помнят ли саровчане что-то об этом дне или исторический праздник канул в лету вместе с фигурой Владимира Ильича. Какой праздник сегодня отмечаем? День 7 ноября – красный день в календаре. Посмотри в свое окно, все на улице красно. Не знаете, к сожалению, нет. А про Октябрьскую революцию что-то слышали? Ну, что-то примерно слышала. День Октябрьской революции. Круто. А что знаете об этом празднике? Празднике? Да. Об этом дне вообще. Слушайте, в этот день случилась в Петрограде на тот момент Великая Октябрьская революция под руководством Владимира Ильича Ленина. Таким образом было свергнуто Временное правительство и провозглашена новая социалистическая республика. Сегодня день образования СССР во первом. И сегодня еще день ноябрьской революции, по-моему. Октябрьской. Октябрьской, да. Октябрьской революции. Может быть, кто-нибудь знает, 7 ноября какой праздник? Все убежали, а надо отдуваться. 7 ноября какой праздник? Ну, давай садимся, давай. Исторические. Там про революцию что-то было. Ну, это детство, юность, зрелость, демонстрация, карнавал вообще, общение. Лучше бы не переносили с 7 на 4. С 7 лучше, да? Все-таки дата ближе и события как бы поближе по времени и как бы более значимые. Мы в парад ходили. И в Москве был парад, и здесь ходили на митинги. Так что это все помню. А без Владимира Ильича на постаменте праздник или не праздник? Диковато. Как-то привыкли, чтобы он всегда везде был. Мы все знаем, мы из старой закалки. Так что здесь все в порядке. Парад был, здесь вот демонстрация была. То есть в Москве парад был. То есть прям торжественно. Очень торжественно. И салюты даже были когда-то. Но это давно. Герои западных комиксов и мультфильмов не сходят с полок большинства детских магазинов. Яркие современные шумные модели вне всяких сомнений безраздельно завладевают детским вниманием. Как итог, Бэтмен извести на какой-нибудь наш богатыр нет, признал президент на встрече с историками. Владимир Путин призвал популяризировать персонажей русского фольклора среди российских детей. Главные центры такой просветительской работы и библиотеки здесь ребятам помогают определиться в книжном многообразии. Моя любимая книга, мультфильм – это просто Квашина. Любимый персонаж – Шарик, потому что он совершает интересные глупые ошибки, ходит на охоту, пытается сделать тоже что-нибудь полезное. Мой любимый персонаж – это Тим из сказки «Тайна чудесного леса». «Тайного леса». Колобка – он мой самый любимый герой, и он, можно сказать, самый главный герой. Мне нравится, как он поет, у него очень такой красивый голос, такой прям нежный. Мне нравится, когда он кому-то ходит. И эта сказка очень добрая, хорошая, позитивная. Мне нравится Гарри Поттер. Самый мой любимый персонаж – это два моих любимых персонажа. Это, наверное, Гермиона Грэнджер и сам Гарри Поттер. Мне нравится Суворов. У него есть подвиги, и это очень хороший богатырь. Моя любимая книга – это «Коты-воители». Там происходят всякие сражения и любовь. Веселые, добрые, отзывчивые, отважные – у многих названных героев схожие качества. И для того, чтобы найти такие примеры для подражания, не обязательно обращаться к зарубежным авторам. Многие саровские ребята любят наши сказки и мультфильмы. Для некоторых герои – это не просто литературные персонажи, а реальные люди и их подвиги. О жизни выдающихся исторических личностей ребятам регулярно рассказывает Пушкинка. Ведь у нас очень много доблестных воинов, великих правителей и знаменитых ученых. Мы проводим очень много познавательных часов, интерактивных мероприятий, где ребята знакомятся с такими личностями, как Александр Невский, Петр Первый, Михаил Ломоносов, многими другими. И мы не только о их великих свершениях рассказываем, но и о том, что это были за люди. Для детей важен живой пример. Они полюбят персонажей тех книг и фильмов, которые читают и смотрят дома. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Изучить историю своей страны, узнать о ее героях и подвигах в нескучном и интересном формате можно в детской библиотеке имени Пушкина. Что такое смутное время? Кто такие Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский? Что отмечают в День народного единства? Об этом и многом другом посетители Пушкинки узнали на станциях квеста игры под названием «Мы героями гордимся в День народного единства». На каждой площадке ребята узнавали определенного героя того времени, смутного времени, который был на Руси в начале 17 века. Познакомились с биографией Минина и Пожарского. Познакомились с памятными местами, которые у нас есть и в Нижегородской области, и в России, конечно. Очень близко познакомились с памятником имениной Пожарскому. По маршрутному листу ребята проходили четыре станции – народная, историческая, художественная и праздничная. Юные читатели Пушкинки отгадывали зашифрованные пословицы, собирали пазлы с архитектурными памятниками, узнавали о фактах смутного времени и Дня народного единства, а еще раскрашивали свои дома яркими цветами, по-праздничному. На каждое задание командам давалось по 10 минут. «Мне понравилось узнавать новые, раскрашивать и отгадывать слова». «А тебе?» «Мне очень понравилось собирать пазлы и тоже раскрашивать и отвечать на вопросы». На каждой станции после выполнения задания ребята получали листочек с определенным словом. В конце мероприятия дети вместе с библиотекарями собрали речевку-лозунг на тему народного единства. «Как мы шли в разные комнаты и проходили квесты. Как мы отвечали на вопросы, рисовали и узнавали, собирали пазлы и узнавали что-то новое». А в отделе краеведения сотрудники библиотеки подготовили книжно-иллюстративную выставку ко Дню народного единства. «Пушкинка» регулярно проводит для своих читателей познавательно-развлекательные программы. Узнать о них более подробную информацию можно по телефону 9 17 40 или на сайте пушкинкодефисаров.рф. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. На двух международных конкурсах в Нижнем Новгороде и Москве юная вокалистка Дарья Чернова исполнила композицию «Ой, не так далеко», без музыкального сопровождения, а капельно. Сначала такое исполнение давалось ей нелегко, но под руководством педагога Дарьи Кварты все получилось. В Москве жюри присудили саровчанке звание лауреата третьей степени, а в Нижнем Новгороде – второй степени. Я репетировала со своим учителем, с Дарьей Александровной. Она мне объясняла, где нужно, где как петь надо, какие руки как двигать. Второе и третье место – это очень хорошие достаточно места, потому что мне вот бабушка говорила, что если ты третье или второе заняла, что расстраиваться не надо, потому что есть к чему стремиться. В международном конкурсе фестиваля «Открытые страницы» в Нижнем Новгороде на сцене выступили вокальные коллективы и солисты разных возрастных групп. Воспитанницы Дарья Александровна взяли лауреатство первой и второй степени. Самая маленькая вокалистка Арина Немчинова исполнила на конкурсе песню «Белочки». Я ездила на конкурс в Нижний Новгород. Я волновалась, но у меня все получилось. На международном конкурсе «Артнота» участники были из разных стран. Отборочный тур проходил по видеозаписям. Лучшие конкурсанты представляли свои города в финале в столице России. Одним из членов жюри на конкурсе была артистка Московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дарья Гусейнова. Вокалистки из Сарова выступили достойно и привезли с собой дипломы лауреатов. Это достойный тоже международный конкурс. Причем действительно приезжали ребята из разных вообще не то что городов, а стран. И в принципе уровень там очень высокий был. То есть это чисто академическая направленность конкурса. Ни эстрадного вокала, ни народного, ни вообще каких-то вот таких направлений. То есть только чисто академ. Сейчас воспитанница детской школы искусств вместе с педагогом готовится к городским концертам и фестивалям. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Православные духовные песнопения – серьезная проверка уровня мастерства хорового коллектива. Поскольку исполняют их акапельно и любая ошибка становится заметна сразу же. Но несмотря на волнение, юные воспитанники детской школы искусств смогли достойно показать себя на 4-м Сергеевском детском хоровом соборе. Наш хор-копель был очень рад поехать выступать в Нижний Новгород. Мы долго подготавливались и выступление прошло вроде все отлично. Это, конечно, немного сложно стоять, но это очень интересно послушать другие хоры. В мероприятии участвовало 8 коллективов из Нижнего Новгорода и один из Сарова. Всего порядка 350 человек. Собор приурочен к 600-летию обретения мощи преподобного Сергия Радонежского. Организатор – отдел культуры Нижегородской епархии при содействии Департамента культуры Администрации Нижнего Новгорода. Хор-копель готовил два новых сочинения – «Малое словословие» и «Канн 17 века», «Радуйся, радость твою воспеваю». Мы как раз и ехали за единением за тем, чтобы посмотреть, что мы не одни энтузиасты такие в хоровом нашем мире, что нас много, потому что дети не только когда готовятся и выступают, например, в нашем закрытом городе, а если когда видят много, большое количество таких же артистов хора, конечно, для них это огромное впечатление. В завершении мероприятия епископ Иннокентий вручил награды за участие в хоровом соборе. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Дарья Чумакова учится в девятом классе 11-й школы, поэтому во взрослой категории конкурса выступает первый год. Однако опыт участия в проекте «Большая перемена» у Даши уже был. Девушка получила статус полуфиналиста в 2021 году, и это стало ее стимулом доказать всем, что она может лучше. Для категории пятой и седьмой класса была представлена карта, в которой мы помогали, то есть больше игровой формат. А восьмой и девятый он был мне ближе по духу, потому что я являюсь разработчиком социальных проектов, и мне было это в кайф делать. Всего в конкурсе четыре основных этапа. На первом нужно творчески и креативно представить себя и свои достижения. В рамках второго тура участники придумывают проект «Даша выбрала вызов «Делай добро». Поэтому в рамках своей инициативы она будет проводить мастер-классы в детской поликлинике для ребят, ожидающих приема у врача. В полуфинале конкурсанты обсуждали экономические проблемы региона, а в финале выбрали тему 2023 года. Тема кейса была, на мой взгляд, очень важной для нас. Это тема наставничества. Мы разработали приложение, защитили его успешно, все расписали. И в дальнейшем, если это заинтересует организаторов, они его реализуют. В Артеге в финале конкурса собралось 1500 человек со всей России. 57 из Нижегородской области и четверо из Сарова. Ребята не только решали конкурсные задания, но и посещали площадки от партнеров, участвовали в играх, получали за это памятные подарки. Многие финалисты «Большой перемены», активисты общественных организаций проводят акции, волонтерят в своих городах и регионах. Именно такая молодежь доходит до финала. Ведь там у них проверяют умение генерировать идеи, организовывать работу в команде, защищать проект. С первого класса, под руководством моего наставника Дудина Галины Викторовны, я занимаюсь разработкой социальных проектов, которые решают социально значимые проблемы. Например, один из последних – это проект «Спасибо за жизнь», который был направлен на увековечение и сохранение исторической памяти о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы с заинтересованными гражданами при поддержке администрации города Сарова посадили аллею памяти. Дарья Чумакова увлекается биологией и химией. Ее идеи посвящены решению экологических проблем. «Открою нам свои тайны Тикун» – проект, в рамках которого девушка разработала туристический маршрут. Ее идея привлекла внимание регионального министра экологии и представителей Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовии. Королевой спорта, легкой атлетикой Татьяна Фирова занималась с детства. В 2001 году она стала чемпионкой Европы среди юниоров. В 2003 году – чемпионкой Европы среди молодежи и двукратной победительницей универсиады 2003. В 2004 году в Афинах выпускница Икара впервые приняла участие в Олимпийских играх и завоевала серебряную медаль в эстафете 400 метров. Я могу сказать, что, конечно, самые чистые и светлые эмоции – это перед попаданием на первую Олимпиаду. А уже последующая Олимпиада – это как залог был успеха в работе тренерского состава и соперничества завоеванного места, такого уже достойного и законного, можно сказать, сборной. Формула успеха для Татьяны универсальна и применима не только к спорту, но и к жизни. 90% работы и 10% таланта. Трудолюбие – неотъемлемая часть побед любого чемпиона, считает спортсменка. Эту черту в девушке отмечает и ее первый тренер Марина Мачкаева. Самая ее главная черта и отличие от всех остальных – это ее трудолюбие. Вот она шла мелкими шажочками с 10-го места на 5-е место, с 5-го потом на 3-е место. Уже в старших классах она уже как-то стала себя проявлять, и то никогда она не была чемпионкой области. И вот уже потом какой-то у нее, видно, произошел прорыв, скачок, как она сразу выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас Татьяна закончила спортивную карьеру. Начнет ли реализовывать себя на тренерском поприще, девушка пока не решила. Но поделиться опытом с подрастающим поколением родного города была не против. Мастер-класс начали с беседы. Юные легкоатлеты задавали чемпионке самые разные вопросы. Почему она выбрала именно эту дисциплину? Легко ли попасть на Олимпийские игры? И сколько на это может уйти времени? Встреча со звездами такого уровня всегда полезна. Может быть, нынешняя молодежь, ребята посмотрят на нее, что это живой пример. Наша сарусская девочка, вот она приехала к нам, здесь жила, здесь по этому манежу тренировалась. Не вот где-то откуда-то, где-то там далеко, а вот она здесь. После небольшой тренировки юные спортсмены смогли взять автограф у Татьяны Эфировой на память о встрече. Семья Буряковых в этом году участвует в семейных стартах впервые. Для родителей это хорошая возможность провести время с детьми весело и активно, пообщаться с единомышленниками, еще больше сплотиться и сдружиться. Участники отметили, что на соревнованиях царил вовсе не сопернический дух, а теплая дружеская атмосфера. Мы знаем, что здесь весело, здорово провести время с детьми, не просто дома где-то сидя, а в таких соревнованиях интересных, повидаться с друзьями. По участникам соревнований можно даже выиграть, почему бы и нет. Опять же для детей показать, как можно интересно проводить время, не просто сидя дома перед телеком, а что-то новое, клевое. А семья Куликовых с удовольствием приходит на соревнования каждый год, и для них это стало доброй традицией. Главное для Куликовых – вместе провести время и от души повеселиться, хотя на стартах и бывает волнительно. Жена, говорит, нервничает, а ребенок, на самом деле, вову спокоен, ну, какой-то мандраж маленький такой имеется, а так, в принципе, ну, как всегда. Конечно, самое главное – это участие, но хотелось бы, конечно, и победить. Семейные старты среди сотрудников «Рафиацмнеев» – один из любимых традиционных праздников предприятия. В этом году количество участников выросло. Соревновались 32 семейных команды. Мамы, папа и их ребятишки разделились на две возрастные группы и пробежали несколько веселых эстафет с препятствиями. Побеждала та команда, которая приходила к финишу первой. Спорт в нашем городе пользуется популярностью, и на самом деле в последнее время все больше спортивных семей появляется. Именно те, которые вместе занимаются спортом – это прекрасно, потому что это хорошая возможность объединения, это хорошая возможность совместного времяпрепровождения. И, конечно же, не только спортивные мероприятия проводятся в профсоюзной организации, но и на них также мы уделяем большое внимание. Именно потому, что спорт – это жизнь, спорт – это здоровье. По итогу веселых эстафет жюри посчитали очки и наградили призеров. Остальные участники тоже не ушли с пустыми руками. Каждый получил памятный подарок. Четыре безответные шайбы – ворота противника в первом периоде. Так началась первая игра сезона чемпионата Нижегородской области для саровских хоккеистов. На льду Хакасаров встретился со своим принципиальным соперником – стартом из Таншаева. Наша команда сразу настроилась решительно и хорошо повела первый период. Для Таншаева хоккейный сезон чемпионата начался неудачно. Сейчас игроки вынуждены выходить на лед в ослабленном составе. Прошлогодний лидер Слава Платишкин получил травму еще в том сезоне. Сейчас он восстанавливается после операции. В целом то же самое Антон Простотин получил в игре с Вачей травму плеча, если не ошибаюсь, тоже. И просто ребята уже не хотят на области играть, травмироваться. Вячеслав Платишкин может вернуться еще к нам. Но пока точно все сказали, на старт сезона никто не придет. Начать сезон с сухой победы нашим хоккеистам не удалось. Во втором периоде старт собрался с силами и показал свой характер. В ворота саровчан прилетело три гола. В третьем периоде соперники обменялись по одной шайбе. По итогу хоккейный клуб Саров завершил игру со счетом 7-4. Игра была не совсем тяжелой. Играли с соперниками, с финалистами прошлого года. Вышли, заранее поговорили, дали бой и выиграли. Ажиотаж очень сумасшественный. Все болельщики молодцы, много приходят. Спасибо, что болеют. Нам очень приятно играть при таких трибунах. На протяжении трех лет Саров проигрывал Таншаеву в полуфинале чемпионата высшей лиги. В прошлом сезоне давние соперники встретились в финале. И ХК Саров завоевал первый в своей истории титул чемпионов. Как сказал тренер Сергей Макеичев, сейчас главная задача на сезон для наших хоккеистов – защитить титул. Ведь планку ХК Саров поднял очень высоко. Первая игра – это самая тяжелая, первая и последняя, как бы говорят, самая тяжелая игра. Установка была такая, начать хорошо, что и получилось. Но потом опять у нас на те же игры наступаем. Думаем, что сейчас 5-0 повели и спокойненько. Люди играют, все команды играют до конца. Поэтому немножко тут интрига создалась, но в итоге все спокойно, нормально, доиграли. Открытие нового сезона чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги стало настоящим праздником для болельщиков. На входе в Ледовый дворец зрители встречали ростовые куклы, аквагрим, военный оркестр и другие активности. После развлекательной программы плавно перетекла в торжественную церемонию на Ледовой арене. Следующая игра сезона состоится на выезде в Лыскове. А в субботу 19 ноября Саров встретится на домашнем льду с командой из Княгинина. Начало в 13 часов. Светлана Юрнова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok